Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем шить игрушку комфортер. Берем плюш, проверяем направление ворса. Надо чтоб смотрел он вниз. Складываем пополам. Размер плюша 48 на 48 сантиметров. Прикладываем лекало и обводим. Размер лекала высота 36 сантиметров, ширина 21 сантиметр. Фиксируем булавками, чтобы ткань не двигалась. Вырезаем. Также делаем с тканью. Складываем пополам. Смотрим направление рисунка. Размер ткани 36 на 42 сантиметров. Обводим лекало, вырезаем. Две детали из ткани и плюша складываем вместе лицевой стороной внутрь. Выкраиваем детали головы, соблюдая направление ворса. Низ мордочки из белого плюша. Уши олененка с одной стороны из плюша, с другой из ткани. Складываем их лицевой стороной внутрь. Всех деталей по две штуки, как и верх мордочки и боковая часть головы. Рога из темно-коричневого плюша. Берем основные детали, сложенные лицевой стороной внутрь. Закалываем булавки, прострачиваем на ширину лапки, оставляя отверстия для выворачивания. Убираем иголки и подрезаем углы, чтобы они были красивы, когда мы их вывернем. Выворачиваем, выправляя углы иголкой. Формируем край и приутюживаем. Проглаживаем аккуратно все изделие. Смотрите, чтобы пупырышки на плюше не разгладились. Приступаем к шитью головы. Соединяем верхнюю и нижнюю детали передней части головы. Чтобы детали не смещались, закалываем их булавками. Прострачиваем ширина шва 0,3-0,4 мм. Соединяем две детали вместе, совмещая швы булавками. Прострачиваем ширина шва 0,3-0,4 мм. Прострачиваем одну сторону задней части головы. Соединяем булавками верхней части головы. Откладываем пока эти детали. Прострачиваем рожки и выворачиваем. Иголкой помогаем до конца их вывернуть. Шьем уши. Складываем две детали плюша и ткани лицевой стороной внутрь. Прострачиваем ширина шва 0,3-0,4 мм. Выворачиваем детали ушей. Можно помочь себе палочкой. Проглаживаем детали ушей и формируем складку. Закрепляем ее булавкой. Берем основные детали головы и вкладываем туда рожки, закрепляя их булавкой. Также вкладываем уши, закрепляя их булавками. Растрачиваем, контролируя, чтобы детали рожек и ушей попадали в шов. Убираем все иголки, выворачиваем на лицевую сторону. Набиваем голову холофайбером. У меня шариковый холофайбер, но также можно взять любой наполнитель, например синтепон. Нарезать его на кусочки и также набить им. Берем две прямоугольные детали. Размеры любые, смотря какой хотите сделать хвост. Прострачиваем, подрезаем углы, выворачиваем. На конце хвостика завязываю узелок. Вышиваем мордочку. Берем черные нитки, у меня хлопковые нитки для вязания. Завязываем узелок и начинаем вышивать с носа. Продолжение следует... Вышиваем рот и милые точки на мордочке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы они лучше виднелись, подрезаем плюш ножницами. Вышиваем глаза. Сначала намечаем и формируем углубление для глаз. Подтягиваем нитку и закрепляем ее. Так, чтобы было натяжение нити. Продолжение следует... Продолжение следует... Намечаем, какие будут глаза и вышиваем. Для глаз взяла двойную нитку, чтобы было лучше видно их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Украшаем нашего олененка и вышиваем милые полосочки на лбу. Продолжение следует... Продолжение следует... Пришиваем хвост. Немного его заправляем внутрь. Намечаем расположение. Пришиваем к основной детали. Только пришиваем к плюшу. Проверяйте, чтобы не зацеплялась и ткань. Зашиваем отверстие, через которое выворачивали изделие. Складываем пополам, ищем середину, отмечаем булавкой. Намечаем, где будет располагаться голова и пришиваем. У нас получился олененок комфортер. Это первая игрушка малыша. Он помогает ребенку уснуть. А когда будут резаться зубки и течь слюни, им можно вытирать малыша. Всем пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок